Сегодня мы будем спасать данные флешки, которая по каким-либо причинам вышла из строя, и при попытке запустить ее на любых устройствах мы получим ошибки. Ошибка принимает вид в зависимости от того, на каком устройстве запускается. Либо такая, либо в таком виде. Вставляем флешку в компьютер и ни в коем случае не форматируем ее, даже если вам предложил компьютер это сделать. Для копирования файлов с поврежденной флешки нам понадобится программа R-Saver. Запустив программу, находим необходимую флешку в списке слева. К слову, программа создана для восстановления файлов с поврежденной флешки, либо же после форматирования флешки. Во втором случае восстановить файлы будет очень тяжело. Это как лотерея, может восстановить, а может нет. Действуем далее. На выбранной флешке нажимаем сканировать, нажимаем нет, чтобы произвести быстрое сканирование. После чего вы можете обнаружить файлы, которые были на флешке перед ее повреждением. Далее нажимаем массовое выделение и выбираем все необходимые файлы, которые будем восстанавливать. После чего выбираем сохранить выделенные, выбираем место или пустую папку, куда мы будем сохранять наши файлы с флешки. Нажимаем выбрать и дожидаемся окончания копирования. Время ожидания копирования будет целиком зависеть от количества файлов, а также их размера на флешке. После окончания копирования обязательно переходим в раздел, куда мы сохраняли файлы и проверяем, все ли они скопировались правильно. Не имеют ли они нулевого размера или дефектных файлов. В противном случае, возможно, придется использовать другую программу. Если все скопировалось удачно, то попробуем отформатировать флешку и восстановить ее. Возможно, получится. Если форматирование пройдет успешно и флешка будет работать нормально, то мы просто обратно скопируем файлы на нее. Если же это не поможет, то, возможно, придется флешку восстанавливать более глубокими методами, но это совсем уже другая история. Убедившись, что флешка работает, копируем все сохраненные нами файлы с нее обратно на нее же. По окончанию копирования обязательно проверьте, нормально ли флешка функционирует.